Алкоголизм 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 полезным. По сути, своя созависимость, она вообще считается, что созависимость в зависимых отношениях, в созависимо-зависимых отношениях, это самая тяжелая форма зависимости. То есть это то, с чем вообще очень тяжело работать. Альфия, вот я правильно понимаю, получается, что если, например, есть человек, который пьет, и так прям не просто там рюмочку раз в месяц, а постоянно, регулярно, ну вот алкоголизм, да, и люди, которые его окружают, там, ну, может быть, близкие, родственники, да, которые хотят как-то ему помочь, его спасти, то есть речь идет уже о созависимых отношениях. Да, конечно. Получается, что так. Какие принципы у созависимости? Это контроль постоянный, то есть человек контролирует поведение и жизнь своего близкого зависимого человека. Не пей, ты опять выпил, да? И там не только про не пей, там и про работу, и про его друзей, и про, в принципе, увлечение, про все, то есть контроль тотальный. Там проекция, да, то есть вот эта вот навязчивая гиперзабота какая-то над человеком. И обратите внимание, у созависимости есть, в принципе, такие же признаки, как и у зависимости. Например, толерантность у зависимых людей – это у созависимых толерантность, увеличение, уменьшение восприимчивости к постоянной эмоциональной боли, да, или, например, опохмелье у зависимых. У созависимых опохмелье – это второй раз выйти замуж, например, за зависимого человека. И что интересно, что у созависимых, что у зависимых есть очень важный, отличительный признак – это отрицание. Отрицание того, что есть проблема. Получается, как-то так вот они друг друга находят, да? Они находят. Они как будто бы играют какие-то определенные роли, да, и ищут себе партнеров в эти роли, как бы это ни звучало. Вот про роли можно чуть поподробнее, да? Кстати говоря, что касается роли, да, в созависимых отношениях созависимый человек является ребенком, но думает, что он выполняет роль родителя. Ну да, он же контролирует. Да. То есть здесь что интересно, что если у него что-то не получается в этих зависимых отношениях, как-то не получается повлиять на зависимого, он считает себя, во-первых, плохим родителем и считает себя при этом брошенным ребенком. То есть там отрицание взрослости вообще тотальное, абсолютное. То есть если зависимое это чистое детское поведение, вот он ребенок и ребенок, то там еще подсоединяется взрослое, родительское поведение, да, это постоянная тревога, это постоянная опека, это, по сути, это деструкция, деструктивные отношения. Кстати говоря, большинство семь из десяти созависимых женщин во втором браке выходят замуж за зависимых людей, за алкоголиков. То есть они как будто бы вот видят потенциальных, а потом уже реальных партнеров, вот именно людей такого типа. Находят именно людей такого типа, да. Как будто бы вот они в других отношениях либо не могут, либо им вот так им почему-то легче. Так им легче. Делительно. Что самое ужасное, это созависимость, она всегда является стимулом к рецидиву заболевания. То есть вот эта вся забота, эта опека, это взятие ответственности, оно приводит к тому, что заболевание рецидивирует алкоголизм у близкого человека. Альфия, а вообще вот что же со всем этим делать? Вообще вот можно ли как-то, во-первых, ну действительно помочь человеку избавиться от алкоголизма, да? И вообще как вот в этих созависимых отношениях разбираться? Или они всегда такими будут? Интересный факт в том, что созависимость не может уйти, так же, как созависимость. Не бывает бывших алкоголиков, так же не бывает бывших созависимых. В принципе, какие-то изменения, подвижки, какая-то коррекция в их поведении, это уже лучше, чем ничего. Хотя бы куда смотреть? В какую сторону? Куда двигаться? Что касается изменения поведения зависимого человека, да? Зависимый человек, он всегда будет зависим. То есть неважно, какой он будет пить при этом, он не будет пить, что-либо он не делал, он всегда будет зависимой личностью. Какие отличительные черты у зависимой личности? Это неумение сдерживать свои эмоции эмоциональные, незрелость, нестабильность. Это неумение принимать решения или принимать решения неправильно, некачественно, как-то не так, как нужно. И это невзятие на себя ответственности. То есть они ответственность полагают, переносят на других. Другие виноваты, от других зависят, от меня ничего не зависит. Или на других, на третьих, или на своего партнера, или на то вещество, от которого они зависят. Что касается мотивации и улучшения состояния в семье, нужно для зависимого человека изменить условия существования. То есть, по сути, для любого зависимого человека есть единственный, скажем так, возможный вариант хорошего, нормального, счастливого существования в этом мире. Это границы. У него должны быть четко расставленные границы. Если вы, вот, пройдете по всем, созависимый человек пройдет по всем этим трем пунктам, эмоциональная нестабильность, принятие решения, ответственность, и поставит там границы, то есть, в эмоциональной нестабильности сделает так, чтобы в семье будет хорошая, спокойная обстановка. То есть, в народе говорят, чтобы жена перестала пилить своего мужа. В плане принятия решения перестанет принимать за него решения. То есть, она может помогать ему, да, советом в принятии решения, но он должен это делать самостоятельно. И в плане ответственности перестанет принимать ответственность за его действия на себя. Вот это называется границами. И вот когда такая обстановка в семье будет, тогда зависимый человек совершенно спокойно сможет жить, счастливо жить, воспитывать хорошо своих детей, быть счастливыми. В общем-то, все у него будет замечательно. Вы знаете, Альфия, звучит просто, но мне кажется, что, наверное, это очень непросто. Вот именно, что это очень непросто, потому что созависимый человек – это тот же человек, которому точно так же нужны границы. И он также обладает эмоциональной нестабильностью, он также не умеет правильно принимать решения, и у него также проблемы с ответственностью. То есть, он ответственность перекладывает именно своего зависимого или на третьих лиц, в том числе и врачей, например. Поэтому вот такие вот деструктивные отношения получаются, и из них тяжело очень выйти. Получается, что здесь вот это вот спасательство, да, оно не равно помощи. Получается, что спасая, мне сейчас даже это слово хочется брать в кавычки, да, то есть спасая, желая спасти, да, зависимого человека, получается, созависимый какую-то свою решает в этот момент задачу, да? Созависимый в любом случае решает свою задачу. Он находит зависимого для того, чтобы… Самому как-то, да? Самому быть нужным, чтобы получить уверенность какую-то, плюс обратите внимание, созависимость в обществе поощряется. Поощряется. То есть, вот эта жертвенность, созависимость, забота бесконечная, она вроде как хорошо. Зависимость – это однозначно плохо, но по сути своей созависимость, может быть, даже в семье созависимо-зависимых отношений, созависимость еще страшнее, тяжелее и более деструктивная. Угу. Ну вот мы немножко, да, вот сказали и даже об алгоритме, да, но вот тем не менее, может быть, вот первый шаг, с чего начать? Могли бы вы дать какой-то, если не совет, то хотя бы направление? Вот если вот наши зрители сейчас слышат, и, как вы сказали, 98% все-таки в таких отношениях находятся, это очень много. Ну вот хотя бы как это увидеть, как это понять вообще, вот с чего начать? Можем ли мы дать какой-то совет нашим зрителям? Увидеть очень просто созависимые отношения, когда ты не можешь, ну, грубо говоря, жить без человека, когда тебе кажется, что ты в одиночестве, одиночество для тебя – это не свобода, для тебя – это тревога, для тебя – это страх, тогда это, скорее всего, речь идет про созависимые отношения. То есть, соответственно, как можно начать, что можно сделать? Нужно каким-то образом изменить ситуацию, обстановку, условия жизни зависимого человека. То есть вы обратите внимание, любой зависимый попадает, например, на прием к наркологу, не просто так, когда у него все хорошо, он просто периодически попивает. Когда у него есть какие-то серьезные изменения в жизни. С работы начинают увольнять, семья собрала вещи и ушла к маме. Да, какой-то такой прям фик. То есть, когда изменяется условие жизни, зависимый человек, естественно, как-то задумывается о своем поведении и тоже начинает меняться. Мы, в принципе, очень пластичны. То есть, получается, созависимый тогда перестает поддерживать, что ли, да, вот то, что было, или не совсем так? Он перестает поддерживать, он как бы вообще исчезает. И, в принципе, условия жизни меняются, и тогда вот вроде как какие-то изменения намечаются. Но здесь же особенность в чем? Когда они поменяют свое поведение зависимое, они попадают опять в ту же самую созависимую среду. И поэтому очень важно, что близкий человек, тот, который созависимый, он тоже начал меняться, поддерживать те самые изменения. И, наверное, получается, что вы как специалист, и как нарколог, и как психотерапевт, наверное, здесь вот вернее и правильнее работать не с алкоголиком, не с человеком, который зависит от алкоголя, а, наверное, и с окружением его тоже. И с окружением. Это в обязательном порядке. Другое дело, что так как созависимость у нас не порицается, созависимость считается хорошим. То созависимый говорит, у меня все нормально, у меня проблем нет. Вот вы его вылечите, да? Есть основное качество, это отрицание, все у меня хорошо, нет никакого плохого вещества типа алкоголя или наркотиков. И в целом созависимые, в общем-то, обходят всех психотерапевтов, наркологов стороной. Созависимость же она чем плоха? Она же приводит мало того, что к душевным расстройствам, да, по типу депрессии в тяжелых случаях, к невротическим, психосоматическим. И также ухудшая течение жизни, может вызвать внезапную смерть. И вообще, в принципе, смерть, да, быстрее придет. Поэтому очень важно работать и с созависимыми. Кстати говоря, в 50-х годах, еще прошлого века, был определен термин семейного гомеостата. Тогда было замечено, что в семьях душевно больных возникает депрессия, тогда, когда душевно больному становится легче и лучше, когда он начинает выздоравливать. И наоборот. То же самое и с алкогольным. Как будто бы вот это заболевание связывает... Это связывает, это то, что им нужно. То есть вокруг заболевания они живут. Если его нет, вокруг чего жить? Вот такой вот взгляд на проблему, который может быть действительно не очень понятен, когда живешь в созависимых отношениях. Но специалисты именно так смотрят на эту проблему. И вот то, о чем мы сегодня говорили, наверное, это очень интересный, очень важный момент, который позволяет хотя бы увидеть то, что происходит. Ну а как с этим быть, это, как вы сказали, уже непросто, но тем не менее делать какие-то шаги. Альфия, спасибо вам большое. В студии у нас была Альфия Галиханова, нарколог, психотерапевт, гипнолог, директор Центра кодирования. Мы говорили о зависимом и созависимом поведении. На сегодня это все, дорогие друзья. Я благодарю всех, кто провел это время вместе с нами. Всем самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова